Итак, переходим ко второму лучу, луч второй, душа, солнечный ангел второго луча. Луч называется «Любви и мудрости». Это базовый, самый-самый главный луч в нашей Вселенной, в нашей Солнечной системе. Итак, луч любви и мудрости. Он служит плану Бога тем, что объединяет всё, что разъединено. Это относится и к людям, которые разделены, и к атомам, и к материи, и к общественным организациям, абсолютно ко всему. Задача этого второго луча — это распространять вокруг себя Любовь, полное, абсолютное принятие всего, что происходит. Таких душ на втором луче в современном человечестве рождается очень и очень много. Среди ваших детей таких детей много. Обычно это дети, которые не умеют убивать, например, животных. Они не умеют приносить большое горе кому-то из родственников. Они не умеют обижать от всего сердца. Они просто по натуре носители Любви и объединения. Они миротворцы по своей природе. По натуре своей они спокойные. У них есть сила, но она не так не агрессивная. А у них есть терпение, выносливость, любовь к истине, верность, интуиция, очень ясный, блестящий ум, очень спокойный нрав. Такие люди очень стремятся к чистому знанию, к абсолютной истине. Поэтому этот луч называют не только луч любви, но и луч мудрости. Поэтому такие люди любят учиться всю жизнь, до самой смерти учатся новому. И даже этому человеку 60, 70, 80, 90 лет они продолжают учиться. Они, например, ходят на разные курсы, они читают новые книги, они открывают для себя совершенно новое направление. Они стремятся поддерживать знания в современных науках, тому, что происходит нового в науке. Все великие учителя мудрости, великие учителя, такие как Будда, все вот учителя пророки, учителя человечества, они, как правило, вот апостолы Христа, они, как правило, были на втором луче. Они тактичные, предусмотрительные, они прекрасные послы, дипломаты, учителя, они главы колледжей, школ, директора. Они деловые люди, но они очень мудрые, не агрессивные. Мудрые, они очень мудро решают свои экономические вопросы, хорошо чувствуют, понимают каждого человека, склонны в быту, не имеют своего мнения, немножко сдавать свои позиции, потому что зачем спорить? Ведь они же все принимают. И так можно, и так можно. Зачем спорить? Зачем критиковать? Люди ненавидят агрессию и насилие. Приятные в быту люди, толерантные. Вот примеры. Кришна Лаадзи, Мартин Ньютер Кинг, принцесса Диана, Чехов. Продолжение следует... Продолжение следует...